всем привет сегодня хочу показать вам узор ситцевый сейчас покажу какой если будет видно вот он я вообще хотелось плести мастер сделать мастер-класс по такому вот кашпо с таким узором но так как узор темный и будет очень плохо видно поэтому я решила отдельно показать вам этот узор сплести небольшую круглую корзинку вот и заодно сплести вот такой вот узор значит раппорт узора 6 плюс 1 или минус 1 и я плету сразу тремя трубочками значит как мы поступаем значит начинаем вот язык проплела веревочку из трех и сразу тремя плиту начинаю с нижней нижняя и верхняя плетут ситиц а плетут ситиц вернее одно за одну а средняя плетет также ситиц но перед одной за двумя сейчас это покажу наглядно так например вот допустим доберем нижние и поехали перед за как обычный сидит перед одной за одной сейчас сразу здесь наращу корзинка у меня для себя поэтому и вот так вот проплетаю ситцем одну за одну теперь возвращаемся и плетем 2 но перекидываю еще за одну трубочку и плиту за двумя вот у нас есть перед одной за двумя вот перед одной наращивать можно либо перед за этой стойкой либо за этой стойкой то есть это вы уже смотрите как вам будет удобно вот средняя плетет перед одной стоечкой за двумя стоечками есть возвращаемся последний последний нас также плетет ситиц теперь возвращаемся к первой той самой нижней плетем ситиц одну за одну средняя плетет перед одной за двумя перед одной за двумя так и средь верх не возвращаемся верхняя просто плетет обычный ситиц здесь нужно нарастить и так по кругу вы плетете столько сколько сколько вам нужно по вашему размеру потихоньку мы проплетаем так теперь нужно нарастить здесь нижняя просто ситиц и теперь средняя у нас перед одной за двумя перед одной за двумя средняя основа у нас перед одной за двумя вот так вот 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 у нас стройки начинает сдвигаться вот так вот теперь теперь верхняя обычную сити и вот так по кругу мы плетем столько сколько вам нужно я щас немножко про плиту по высоте вот и покажу что в итоге получается и вот такой рисунок получается то есть наши троечки сдвигаются потихонечку вот по чуть-чуть по чуть-чуть вот так вот они переезжают я так сказала смотрите здесь идут вот эти тройки вправо то есть здесь получается на одну трубочку меньше то есть минус 1 6 минус 1 здесь же тройки идут влево то здесь 6 плюс 1 вот так поэтому как бы вы уже выбираете как вам удобно ну я скажу так вот такие вот рисунки вот такой вот он хорошо будет смотреться на квадратном изделии на круглом не очень но во всяком случае и так я считаю смотрится неплохо и вот как раз у меня три трубочки сейчас осталось в работе и просто начинаю проклетать веревочкой из трех выравнивая ряды все вот такой вот симпатичный узорчик у нас получается